Восстребованные экономикой предприятия создаются во всех регионах нашей страны. Это способствует созданию новых рабочих мест, развитию промышленных отраслей, а в конечном итоге повышению благосостояния народа. Также ежегодно растет поток иностранных инвестиций. Взять, к примеру, Джизакскую область. Если в 2018 году в регионе было освоено всего 18 миллионов долларов иностранных инвестиций, то в прошлом году эта цифра достигла почти 700 миллионов долларов. Их немалая часть приходится и на доли Зоаминского района. Очередным экономическим бумом призван стать возводимый здесь промышленный технопарк в сотрудничестве с Китаем. Управление специальной промышленной зоной в Зоамине будет осуществляться ООО, созданном представителями крупной китайской компании с условием 1 миллиарда долларов прямых инвестиций. На первом этапе будет создано 5000 рабочих мест за счет реализации 26 проектов. Производство сконцентрируется на выпуске промышленной продукции с высокой добавленной стоимостью и спросом на рынке. Охватят они сферы электротехники, машиностроения, строительных материалов, безопасную химическую и фармпродукцию, трансформаторы, сельхозтехнику, лифты и производство мебели. При организации деятельности основное внимание сосредоточит на применении современных и энергоэффективных технологий оборудования, соответствующего международным стандартам, а также на ускорение процессов локализации продукции. Эти заброшенные земли не были пригодны даже под пастбища, а теперь здесь создадут большую производственную зону. Это очень значимое событие. На презентации сказали, что создано здесь будет более 5000 рабочих мест. Наш президент очень большое внимание уделяет привлечению инвестиций. Перед каждым чиновником ставят задачу именно по инвестициям. Это значит, будет развиваться экономика, у людей будет работа. Всё, что делает глава государства, направлено на то, чтобы наш народ был доволен. Так оно и есть, ведь происходят такие масштабные изменения. Я вот думаю, если здесь трудоустроит 5000 человек, и у каждого семья это где-то 25 тысяч человек станут зарабатывать и жить лучше. На территории спецпромзоны будут созданы комплексный офисный центр, жилые дома, экопарковая зона, большой выставочный зал и торговый центр без пошлиной торговли. Для иностранных резидентов-инвесторов предусмотрены налоговые и таможенные льготы. В соответствии с поручением президента, данным в этом году в ходе визита в Джизакскую область, решено направить 90 миллиардов сумм на строительство необходимой инфраструктуры. В ходе своего визита в нашу область 27 июня президент дал старт созданию этой огромной зоны промышленных производств. Она расположится на 400 гектарах и реализует здесь 26 проектов. 42 тысячи – это молодое поколение Замина. Такой объект в нашем районе – это и большая гордость, и ответственность. Думаю, многие найдут здесь работу и проявят свои знания и навыки. Мы постараемся оправдать ожидания главы нашего государства. Почему все мировое сообщество с интересом относится к созданию нового Узбекистана? Потому что все усилия нашего президента, каждый подписываемый им документ, нацелен на экономическое развитие, на рост благосостояния нашего народа. Представьте, в Фарижском районе открылось производство базальта. В отдаленном Галлиаральском открывается завод по переработке металла. В нашей области создано сразу два крупных автомобильных производства. А сколько всего происходит в стране? И все действия, все реформы имеют главный приоритет – благополучие народа Узбекистана. В настоящее время здесь уже приступили к строительству 12 предприятий. В цифрах на возведение объектов инфраструктуры будет потрачено более 160 миллиардов сумм. Из них 24 миллиарда будет реализовано за счет средств исполнителей и чуть более 136 миллиардов за счет средств республиканского бюджета. Детальнее. На строительство газопровода высокого давления, железнодорожной сети, лэб и подстанции выделят 90 миллиардов сумм. В 6 миллиардов сумм обойдется строительство дорожной инфраструктуры. На водоснабжение направят 10 миллиардов 100 миллионов сумм. На телекоммуникационные сети – 11 миллиардов сумм. Уже в декабре ожидается запуск трех производств – это бытовой техники, фармпрепаратов для животных, а также Международного центра обмена опытом. Планируется, что все 26 проектов первого этапа бизнес-плана будут реализованы к 2029 году.